Солнечные электростанции Проект предусматривает строительство станции двумя очередями, приблизительно по 10 мегаватт, установленной мощностью каждая. За два года, 2021 и 2022 год. Эта станция будет работать на общероссийскую сеть, она будет включена в общероссийскую сеть, и из нее уже будут плетаться потребители, все, которые есть, и ульяновские, и не только ульяновские. Ульяновский солнечный парк будет шестым в стране. Группа компании уже построила 15 солнечных станций общей мощностью 260 мегаватт. В основном используются батареи китайского производства, плюс инвестор имеет собственный завод по изготовлению комплектующих. Специальные расчеты показали, ульяновского солнца хватит, чтобы генерировать энергию в нужном количестве. Зеленая повестка объявлена ключевой, таким ключевым ориентиром нашей страны. Мы предугадали это направление. Мы не с чистого листа сами начинаем. Вопрос не только же в ветроэнергетике, и даже не в солнце. У нас по большому счету сегодня, так сказать, мы на протяжении многих лет развиваем, ну за исключением может быть водородной энергетики, а все остальное у нас присутствует на территории регионов. Зеленой энергетикой в Ульяновской области начали заниматься одними из первых в стране. Также одними из первых создали проектный офис по развитию возобновляемых источников энергии. В 2018 году в Ульяновске запустили первый в стране ветропарк мощностью 85 мегаватт. Ветерики позволяют обслуживать и продавать чистую энергию для 23 тысяч домохозяйств. У нас еще остается очень огромные потенциалы по биоэнергии, по излечению энергии из отходов, из тех мусорных дел, от отходов животноводства, растениеводства и так далее. До 2024 года проектный офис вплотную займется развитием микрогенерации. Это позволит владельцам небольших солнечных панелей или ветряков придавать излишки выработанной энергии в сеть. Ринат Алиулова, Даниил Сурков, Новости Уллправды ТВ.